Ну, тогда, ладно. До свидания. Ха-ха. Здрасьте. Здрасьте. А вы с Украины вообще? Вообще да. Просто крымчане попадаются иногда с украинским флагом в рулетке. Ну, так правильно делают. Красавчики. Слушайте, вы знаете, я вот сижу тут и думаю, завтра у нас Путин отвечает на вопросы. А я не знаю... Да, вы что? А вы уверены, что именно Путин отвечает на вопросы? Ну, так говорят. А вот если бы вы задавали вопрос Путину, вы какой бы задали? Ты елкой. Не ты. Не ты. Я прям его задала. А, ну, а вот если бы вы реально его встретили, то есть вот смотрите, официальная встреча вас подводит к Путину. Вы прям такой вопрос задали бы? Конечно. А вот... Ну, это же шанс такой. Может быть, у вас еще какой-то вопрос есть? Нет. Вопрос только один. Он есть или нет? А тут один вопрос и один ответ. Да. Понятно. Слушайте, ну ладно, хорошо. Это понятно, что это другое государство. Это какой-то другой президент, который, ну, может, вам совсем не нравится. А вот если бы у вас Зеленский отвечал на вопросы... Мы его ненавидим. Давайте начнем с этого. Ну, хорошо. Смотрите, у вас есть свой президент. А вот своего президента о чем бы вы спросили? Мы бы не спрашивали. Мы бы просто сказали, что он красавчик и все. Он красавчик? А у вас, когда он пришел к власти, у вас все наладилось в жизни? То есть в стране все хорошо? Да, у нас все прекрасно. Благодаря ему, слава Богу, все прекрасно. А то, что у вас война идет... Вы же обстреливаете, а не Зеленский обстреливает. А вы понимаете, что у вашего президента есть такая обязанность заботиться о вас? А еще у него... Он заботится. Из-за того, что ваш президент... Так и происходит. Смотрите, заботиться, это значит и не допустить войны в том числе. Вы издеваетесь, он допустил войну. А вы думаете, в международных отношениях одна страна просто так решает напасть на другую, а вторая об этом даже не знает? Представьте себе, да. Просто мы просыпаемся утром 24 февраля, 4 утра, и нас обстреливают. Нет, подождите. Вы не понимаете. Не вы. Зеленский знал о том, что будет война? Откуда он знал? Ему кто-то на ушко насчитал, а он решил промолчать или что? Подождите, он же сам сказал, что знал. Когда он тебе такое сказал? А вы, вы вообще, вашего красавчика иногда слушаете, что он говорит? Он сказал, что знал. Утром и вечером, слушай. А ты походов пустишь? Он сказал, давайте я вам открою. Создавались бутафорные укрепления, бутафорное сосредоточение войск. Войска выводились в реальных точках дислокации, поэтому и первый удар до 4-го числа во многих местах пришелся по пустым казармам, по пустым аэропортам, аэродромам и по пустым командным пунктам стратегическим, что фактически вывело основные силы украинской армии из-под удара. Мало того, уже начиная 2014-2016 февраля, подразделения вооруженных сил под видом учений уже, в принципе, заняли боевые позиции. Были проведены постановки минных заграждений в акватории Черного и Азовского моря, поэтому даже на примере Мариуполя мы видели, что десант противника с моря не высаживался. Проблема в чем? Что когда ты мобилизируешься, это огромная нагрузка на экономику. А противник, как нападающая сторона, имеет инициативу. Он может выбирать когда и где ему. Мы мобилизовали людей, а они на месяц отодвинули нападение или на две недели. Что? На нас нагрузка, мы стремительно валимся, у нас там, у нас разбегаются инвесторы, пугаются граждане. И куча, сотни, десятки тысяч мужиков мобилизованих спрашивали, ну так а что, когда? И что? И их члены семей. Россия не отодвинули, говорят, вот украинцы провоцируют войну, они же мобилизируются. Правильно? Россия не отодвинули, а значит, что это не устранить. Все нашим громадянам, особенно похилого века, нужно это понимать. Нужно выдохнуть, застсякаться, не бежать по гречку и сирнику. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»